Комплексная проверка готовности образовательных учреждений к предстоящему учебному году проводится ежегодно в последней декаде августа. 1 сентября двери для детей откроют ни много ни мало 116 школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Хочу всех, во-первых, поблагодарить за то, что откликнулись на просьбу принять участие в комиссии. Поздравить всех с наступающим началом нового учебного года. У нас он с вами начинается уже с сегодняшнего дня, хотя, я так думаю, у директоров школ он и не заканчивался. Участники проверок были разделены на 8 групп. Особое внимание предполагалось уделять тем образовательным учреждениям, где летом проводились ремонтные работы. А таких объектов на территории района более 40. Всего же членам комиссии предстояло проверить 135 зданий и сооружений. Естественно, мы будем смотреть материальную часть, обязательно, в каком состоянии, как подошли к новому учебному году, готовы ли наши образовательные учреждения. Хотя я могу вам просто ответить, конечно, готовы. Это серьезный и политический вопрос, и экономический вопрос. Администрация района всегда смотрит лицом на нас, не боком, не спиной тем более, а лицом. И всегда понимает прекрасно, что это самое основное и мы самое большое управление и Одинцовского района, и Московской области в области образования, кстати. У нас самое большое количество деток. В этом году мы принимаем очень большое количество первоклассников, десятиклассников. Поэтому были вопросы, которые мы все стараемся снять. Многие вопросы мы будем снимать аж до конца августа. Проблемные бывают подрядчики, есть очень добросовестные, качество работы очень приличное, все, и графика не выполняют. Но есть, к сожалению, такие, которые до конца все не выполняют. Кстати, Роспотребнадзор и Пожнадзор уже приняли наше образовательное учреждение, практически все. То есть, есть у нас определенные предписания, конечно, мы их будем выполнять. И работать вместе и с Пожнадзором, и с Роспотребнадзором. В ходе проверок акцент делался не только на противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности учебных заведений. Представители Роспотребнадзора проверяли состояние пищеблоков, Управление здравоохранения осматривало медицинские кабинеты, сотрудники отдела по охране труда проконтролировали учебные классы и аттестацию рабочих мест. Швейные машинки, все рабочие. Конечно. А расходные материалы где даете? Ну, девочки приносят сами. Сами приносят, а вы им даете задание? Да, я уже обучаю. Было проверено состояние коммуникаций, прилегающих территорий и спортивных сооружений. Кадры – это основа. Стены мы сделаем, а вот чтобы быть с кадрами. Всем, понятно, было сегодня утром, когда поднимают вопрос, как сделать так, чтобы наша молодежь пришла в образовательное учреждение. Вы сами прекрасно понимаете, работа серьезная, ответственная. И молодежь на такие деньги работает в образовательном учреждении не пойдет. Сейчас я знаю, что и наш премьер, и наш президент очень много занимаются тем, чтобы привлечь молодежь. В этом году мы тоже стараемся, до конца цифры не буду говорить вам, это мы узнаем на конференции, да и боюсь сглавить. Потому что в последние минуты бывает, что ребята передумывают и выходят. Ну, если раньше мы принимали до 100-150 человек, раньше имеется в виду 80-70-е годы, то сейчас, конечно, такой цифры не будет. Если будет, то где-то полтора десятка, может чуть больше, чуть ниже. Как важный момент Леонид Егоров отметил, что летом в образовательных учреждениях работали сформированные из школьников трудовые бригады. Они также внесли посильный вклад в благоустройство своих учебных заведений. По результатам проверок будет проведен конкурс, итоги которого подведут на предстоящей педагогической конференции района. Тогда и будут названы образовательные учреждения, лучше всех подготовившиеся к новому учебному году. Петр Горохов, Дмитрий Цибулевский, телекомпания Одинцова.